Скажите, пожалуйста, я как депутат, который направил часть своего депутатского фонда на борьбу с коронавирусом, реализованы наши депутатские фонды в этом направлении или есть какая-то задержка в этом вопросе? Это первый вопрос. И второй вопрос по непосредственно услугам программы здоровья, а также техническим средствам. Я неоднократно поднимал этот вопрос в прошлые годы. Снабжены ли сейчас категории, которые требуют технические средства в полном объеме? Спасибо. Уважаемые депутаты, присутствующие. Отвечая на вас вопрос, депутатский фонд в основном был направлен на противодействие борьбы с коронавирусом. Было закуплено дыхательное оборудование в полном объеме для лечебно-профилактических учреждений города Одессы. То есть все реализовано? Некоторые остались немножко депутатский фонд, который сейчас в торгах. Не все средства использованы, но не все в работе. Вы успеваете до конца года их реализовать? Конечно. И по техническим средствам. Это очень важный вопрос, социально значимый. Мы на каждой сессии вносим изменения и дополняем средства для того, чтобы решать проблемы как бесплатных медикаментов, так и средства индивидуальных потребностей для наших жителей. В настоящий момент у нас проблем с этим нет. Спасибо. Спасибо. Будь ласка, Плокси. Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемые присутствующие, добрый день. Прежде всего, разрешите воспользоваться случаем и поблагодарить наших медиков за их колоссальный труд, который сегодня они на передовой в условиях пандемии. Разрешите выразить благодарность нашему департаменту здравоохранения, который очень хорошо организовывает всю работу. И вам лично, Геннадий Леонидович, за то, что вы опередили эту ситуацию. И сегодня инфекционная больница, которая у нас на первом месте на сегодняшний день по борьбе с пандемией по коронавирусу, она благодаря именно вам приведена сегодня на тот должный уровень, где нам есть чем гордиться. Также хотелось бы именно по данному проекту решения в двух словах сказать те важные моменты, которые в нем отражены. Это в первую очередь касается пятой больницы, которая сегодня у нас работает с ковидом. И речь идет о том, что наших медиков, которых в пятой больнице у нас сегодня организовано 90 койко-мест под ковид и 6 реанимационных. И здесь речь идет о том, что нам необходимо медиков, которые работают в условиях пандемии с больными ковидом, нам необходимо их обеспечить средствами индивидуальной защиты. Также, что немаловажно, а очень важно, что нам необходимо их сегодня обеспечить питанием и медиков, и пациентов, и средствами, теми необходимыми медикаментами, которые необходимы в первую очередь для лечения ковида. И это, я считаю, сегодня очень важный момент. И это тот момент, который сегодня в Одессе, на мой взгляд, очень успешно реализуется. И это нам есть чем гордиться. Поэтому, уважаемые коллеги, учитывая важность в сегодняшних условиях данного проекта решения, прошу его поддержать. И спасибо еще раз, Геннадий Леонидович, именно вам за то, что мы и сегодня имеем. Спасибо, Татьяна. Будь ласка, Еремия. Прошу прощения, Еремица, по глазу, Алексей. Буду богатым. Да. Спасибо, Александр Ильич. Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемый Александр, у меня есть три вопроса. Первый момент вопрос. Хотел уточнить. Скажите, пожалуйста, часто слышу выступления нашего профильного министерства, имеется в виду здравоохранения. Хотел спросить, скажите, пожалуйста, а какая вот у нас реальная помощь от профильного министерства, от нашего правительства, в контексте того, что выделены на нам, может быть, какие-то транши, так сказать, из государственного бюджета на борьбу с ковидом, или мы справляемся исключительно с собственными ресурсами, возможностями нашего городского бюджета. Это первый вопрос. Второй вопрос. Буквально вот на днях звучала информация, насколько можно ей доверять, что якобы у нас в Одессе нет ПЦР-теста. Насколько это правдивая информация, или это просто, скажем так, порождение каких-то слухов неосновательных. И третий вопрос. У нас прошел день города, он прошел достаточно активно. Хотел уточнить, скажите, пожалуйста, увеличилась ли, или насколько ли увеличилась заболеваемость людей на ковид, или это, опять же, все какие-то домыслы. Спасибо большое. Спасибо. Значит, то, что касается помощи государственного бюджета, они выплачивают порядка 200% в настоящий момент инфекционной больницы медицинским работникам за работу с ковидом. Сейчас мы подали пакет и второму родильному дому. Сейчас мы подали пакет на пятую больницу, и договор заключен, но пока еще, так сказать, расчетов не произошло. Пока выплачиваются только с местного бюджета все средства поощрительные, которые получают наши медицинские работники. Значит, если смотреть в разрезе средств, которые выделило Министерство здравоохранения, за это время это порядка 150 миллионов гривен, что является практически в два раза меньше того, что выделил государственный бюджет. Это, если отвечать на этот вопрос. Значит, то, что касается второго вашего вопроса, действительно, практически два с половиной дня наш лабораторный центр, лаборатория не имела ПЦР-тестов. Это касалось перебоя во всей стране, о чем говорил Министр здравоохранения на брифинге. И у нас получилось, что практически два с половиной дня не проходила ПЦР-диагностика, что вызвало некоторое скопление больных, в частности, в пятой больнице мы не могли их переводить и проводить сортировку, потому что мы не знали, кто ковидный больной, кто не ковидный. Это, конечно, очень нехорошо. И в связи с этим Геннадий Леонидович поставил задачу перед УКСом и перед нами о открытии ПЦР-лаборатории городской, что очень важно. И я думаю, что если эта лаборатория будет открыта, конечно, это дорогое удовольствие, так можно сказать, но это очень облегчит работу и наших медицинских работников, и наших пациентов, для того, чтобы мы вовремя могли устанавливать диагнозы и проводить соответствующее лечение. И в такой ситуации даже один-два дня тоже играет большую роль. Третий вопрос у нас у кого? По заболеваемости. Вы знаете, как ни парадоксально, значит, все сведения о заболевших на ковид дает лабораторный центр. Так в последние дни она у нас уменьшилась. Если буквально было 50-90, а до этого, вот на той неделе и на позатой было буквально даже по 130 человек и больше. То есть о росте заболеваемости в настоящий момент речи не идет, что подтверждено диагностическими исследованиями по ПЦР-диагностике. Спасибо. Что касается, Алексей, я добавлю вам, у нас была рабочая селекторная нарада, совещание с министром здравоохранения, с мэрами городов. Мы обсуждали многие вопросы, в том числе по городам. Вот в Днепре недавно был день города, также были массовые мероприятия. И очень странно, с одной стороны, с другой стороны, абсолютно объяснима позиция непрофессионалов и тех людей, которые не знают, что делать, но на всякий случай стелят себе соломку, чтобы падать было не больно. Это я образно говорю, хотя уже стараюсь, ничего так образно не говорить, потому что воспринимается в штыки. Так вот, в чем, как говорят в Одессе, прикол? В том, что одним можно проводить, а другим нельзя. У нас 22-го числа на Потемкинской лестнице проходил Open Air фестиваль Аклассик. Все слышали, может даже кто-то был там. Самое, что интересно, что организаторам этого действия яркого и красивого, абсолютно нужного для культурной столицы города Одессы, для культурной столицы Украины. Но дело в том, что там есть один нюанс. Организатором этого праздника, одним из организаторов, был министр здравоохранения Максим Степанов. Понимаете? И после этого не было заявления ни санитарного врача, ни самого министра о том, что после 22-го числа, после того, как на Потемкинской лестнице было более 5 тысяч человек, может быть всплеск. Зато все политически заметили, все же сейчас расшевелились в политике, все пошли в мэры, в пэры и так далее, заактивничали, и в депутаты, в том числе, разных уровней. То нас показали, погрозили нам из Киева, смотрите, будет всплеск, это все день города виноват. Хотя ранее все прогнозировали о том, что сентябрь-октябрь будет всплеск. Но сегодня нужно прикрыть свое бездействие, перекрыть провалы в поставке ПЦР-тестов. А что, никто не видел, что они заканчиваются, и что нужно постоянно их вовремя подвозить? Все видели. Почему у нас, нам не согласовывают на протяжении 6 месяцев, нашу ПЦР-лабораторию городскую? Почему сегодня не работает ПЦР-лаборатория нашего противочувного института, которая могла бы работать сегодня? Она не работает в том объеме, в котором может и должна работать. Возникает масса вопросов, а ответы найдут на них одесситы и ищут одесситы. Нормальные люди. Потому что работают на полную мощь частные лаборатории, ПЦР-тестирование в которых стоит от 1800, по-моему, уже нет таких цен, гривен, до 3000 гривен. Связь, я думаю, вам не надо рассказывать, какая связь между этими процессами. Поэтому на этом, на радио, на этом совещании я поднял эти вопросы и сказал, хватит уже. Ребята, речь идет о жизни и смерти, о здоровье. Хватит этим играться. Вы обеспечите свою работу, а мы обеспечим свою работу. И сделаем выводы. Будь ласка, Кисловский. Добрый день, уважаемый Геннадий Ильинич, добрый день, уважаемые коллеги. Хочу выразить славу благодарности Департаменту здравоохранения Елене Александровне за те действия, которые были приняты для успешной борьбы с коронавирусом. Хотел бы всем напомнить, что Одесса является главным туристическим городом страны. И такое количество туристов за это лето, как принял наш родной город, не принял ни один другой город. Туристов было летом очень много. И при всем при этом нам удалось избежать резкой вспышки заболеваемости COVID-19. Я думаю, что это как минимум достойно похвалы и говорит о том, что все действия, предпринятые городским департаментом здравоохранения и городской властью, являются успешными. Поэтому, Елена Александровна, спасибо вам большое за работу. На все. Спасибо. Спасибо, Алексей. Я вам скажу, что мы сегодня говорим, мы не собрались здесь для того, чтобы говорить хвалебные оды, но реально сегодня, если бы не департамент здравоохранения и не руководство инфекционной больницы нашей, я не знаю, что бы было. По настоянию именно этих, и главврача, и руководителя департамента, мы, что мы делали? Мы только прислушивались. Управление капитального строительства прислушивались к рекомендациям. И насколько своевременно мы нашли кислородный концентратор, криоцилиндр, криоцилиндр, который мы купили на 2000 литров и поостановили в инфекционной больнице, смогли сделать разводку и запитать все десятое отделение, боксированное кислородом. И сегодня все находящиеся там пациенты находятся на кислородном обеспечении. У нас в неделю уходит 2000 литров из этого криоцилиндра. Если бы не было, мы себе не представляем, что бы мы делали. А это большое подспорье в том, чтобы поставить на ноги и в кратчайшие сроки вылечить человека. Это действительно большой труд. Такой же криоцилиндр, но меньшего объема, мы поставили в 11-й больнице. Мы вовремя смогли тогда среагировать и правильно расставить акценты. Это действительно, Елена Александровна, вам огромное спасибо. Спасибо. Геннадьевич, можно маленькую ремарку. Если смотреть летальность от ковида в мире, она составляет 3,5%. В стране составляет 2,6%, а в Одесской области 1,6%. И у нас была мониторинговая группа, Министерство здравоохранения проводила проверку инфекционной больницы. И у нас по инфекционной больнице летальность составляет 3,2%, в больнице водников 7%, а был проверяющий из Киева врач-ренематолог одной из больниц, у них 4,7%. Так что я тоже хочу воспользоваться моментом и поблагодарить, Геннадий Леонидович, вас, депутаты, которые выделили свой фонд для борьбы с ковидом, вас, большое вам спасибо. И, конечно же, медицинских работников за самоотверженный труд. Я надеюсь, что все вместе мы преодолеем эту страшную, так сказать, проблему, которая у нас есть. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, Куценко. Геннадий Леонидович, Елена Александровна, программа «Фасттрек» в 2020 году заканчивает свою работу. Но эта программа достаточно важная для города Одессы. И спасибо вам, Геннадий Леонидович, за то, что она работает в городе. Давайте уже без спасибо. Моя просьба о том, чтобы начали разрабатывать новую программу, которая, несмотря на то, кто будет депутатами в городе, продолжала работать на одесситов. Понимаете. Давайте, Елена Александровна, вы оформите, пожалуйста, протокольное поручение в кратчайшие сроки. Нам разрабатывайте. Продолжите. Я знаю, что мы работаем над этим, но чтобы было оформлено протокольно. Спасибо. Это очень важно. Спасибо большое. На самом деле, я, если позволите, очень коротко тоже хочу сказать слова благодарности Светлане Николаевне, Елене Александровне. Я могу сказать, что я испытала лично на себе, лежа в городской инфекционной больнице с коронавирусом, профессионализм наших врачей. Как им сложно в жару, в этих костюмах находиться. Действительно низкий поклон. Я хочу предложить вам, Геннадий Леонидович, я заметила, что там очень много студентов-волонтеров с медицинского университета. Ребята, которые пошли добровольцами и просто отдаются профессии наградить, отметить ценными подарками от вас лично. Потому что это действительно ребята, которые уже еще учатся, но уже безумно крутые. И отдаются полностью для того, чтобы мы были здоровы. Спасибо. 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 Шановные депутаты, прошу голосовать на 3.6 порядка ДНО, принесение изменений до Минской цельной программы здоровья в 2018-2020 годы. Прошу голосовать. За 50, против 0, получит 1, а у 2, решение принято.